приветствую друзья на связи андрей шариков как вы знаете пару дней назад мистер диего опубликовал видео в котором он сказал что компании требуется больше времени и выплат в августе скорее всего не будет и конечно это вызвало горячее обсуждение в его официальном чате и в данном видео как раз хотел бы обсудить те вопросы и комментарии которые мистер диего задавали итак сначала идет комментарий от самого мистера диего я буду переводить там привет семья я чувствую себя не очень хорошо говоря делясь с вами этой новостью но компании требуется больше времени рестарт компании это непростая вещь и им требуется больше времени китайцы и наш наши люди работают вместе чтобы сделать все как можно быстрее но я прошу вас проявить больше терпения я знаю что это не просто я знаю что август и я говорил что август нас наш месяц но иногда так бывает что короче происходит не так как 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 мы хотим я здесь с вами и я буду вашим генеральным директором в компании мы сделаем млм компанию номер один там люблю вас диего мартин я заверяю что для меня было достаточно сложно все это сказать потому что я здесь для того чтобы помочь и я терпеть не могу когда такие вещи происходят и я очень извиняюсь и тогда и мне короче сильно жаль вот так вот диего расшаркивается короче и вот ему задают вопрос до текста диего я выделил красным специально чтобы хорошо было видно а комментарии вопроса от других людей я выделил синим цветом и ему здесь пишут что вы опечалены и это нас беспокоит вы так говорите как будто компания умерла диего нет она не умерла по суну им только требуется больше времени я а я печален я расстроен потому что я понимаю что людям нужны деньги как можно быстрее ну я стараюсь как бы поставить себя на место людей они я так понимаю эта компания они они не дали мне конкретного конкретную дату но сказали что будут мне сообщать ну то есть как обычно до типа конкретных дат мы тебе не дадим как как только так сразу и вот человек в общем то задает пишет резонный комментарий что ну по меньшей мере они должны написать какое-то официальное сообщение в бэк-офисе то есть действительно что что сложного для компании написать просто сообщение это что так сложно и диего согласен кстати она здесь пишет да я знаю что они должны до опубликовать какие-то новости но мне понравилась вот эта фраза но этому нет это некому делать дрызнул want to do it о как то есть великой компании которая ворочает там миллионами а может быть даже миллиардами нет ни единого человека который мог бы публиковать новости ты серьезно мистер диего даризнул want to do it то есть все все вот эти программисты которые там чего-то с сайтами делают поддержка которая постоянно на одни и те же вопросы шаблонными фразами отвечает да то есть вот все эти работники никто из них не может писать новости на сайте да это такая сложная работа и вот диего пишет и по этой причине я тот кто взял на себя эту ответственность они мне не платят у меня нет с ними контракта я только ну скажем есть только обязательства перед людьми о как видите какой какой диешка самоотверженный какой он обязательный ему никто не платит а он с народом общается вот новости пишет а там сидят какие-то программисты дармоеды менеджеры всякие которые на зарплате между прочим сидят и эту зарплату давайте уж быть честными им платит из каких бабок господа да из ваших конечно и несмотря на то что они сидят на ваших бабках и как говорится зарабатывают на них да у них нет времени у них нет возможности писать для нам для вас новости уже много месяцев да да ну диего же вам ответил нет нет людей некому это дело понимаете то есть написать несколько абзацев текста это же гигантская работа вы что идея отвечает еще пишет айду новой day work like this я не знаю почему они так работают представляете диего не знают ну диего там где-то про себя писал что он юрист ну я вот глядя на диего немножко удивляюсь как он очень юристом то стал то есть я вот в недоумении если честно если у него там есть высшее образование ну я вот не догоняю кто ему это образование выдал то есть и ему такие вещи непонятно да почему компания так себя ведет много вы напишите в комментариях уж думаю что вы понимаете почему компания так себя ведет извините короче прошу очень извинить но я ну короче или мне очень жаль но я здесь для всех вас ой мистер диего ну ты такой заботливый ну просто вот просто душка это не конец компания еще не мертва короче запуск всех компаний это нелегкая задача как как нам кажется о да как реорганизации год назад началась в августе так до сих пор и продолжается за год за год очень сложно все сделать да сначала они разделили компании сейчас говорят что надо все обратно вернуть дальше он пишет я знаю что я тот человек который сказал что это наш месяц но я единственный кто-то делится с вами новостями я посланник вона я посланник квестовский я заверяю вас я молюсь за вас каждый день понятно вот в этом бабки все ждете а диего за вас молится так что вам должно быть легче может быть свечки в церкви за вас ставит так ну вот здесь похоже уже инвестор конкретно разозлился и написал прощай прощай квестера навсегда а диего говорит а я не позволю этому случится до диего а вот мне интересно что ты сделаешь вот давай предположим еще месяц проходит два проходит три проходит выплат так и нет вот что ты диего с этим сможешь сделать в суд на кого-то подашь найдешь рабала там и не знаю что то с ним сделаешь вот что ты сделаешь я не позволю это этому случиться а что ты сделаешь ну вот чуть чуть дальше мы текст почитаем следующего сообщения вот интересно сравнить запомните эти его слова я этому не позволю случиться и вот тоже человек пишет я считаю что появление антонина рабала в это время очень необходимы для инвесторов даже на несколько секунд ну если честно несколько секунд никакой погоды не сделает ну но может кто-то приехать там карабалов больничную палату заснять там видео например ну и что ну 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 есть рабала где-то в больнице да ну включи фантазию чем чем он тебе поможет и вот диего ему пишет антонина не может этого делать потому что у него проблемы со здоровьем и он сосредоточен на этом я этим полностью занимаюсь день и ночь ты этим полностью занимаешься чем здоровьем рабала ты занимаешься или квестерой чё вот народ даже спрашивает вот ты пишешь я все это делаю а что все то вот насколько я понимаю кроме переписки в чате и записи иногда роликов время от времени пару раз в месяц в чем в чем твоя работа то сидеть в чате и отвечать бесконечно на одни и те же вопросы вот эта работа что он он тут или инвалт энд из дэйм найт я этим занимаюсь постоянно день и ночь он она как не покладая рук дарис холл есть надежда ребята так что зря вы опускаете руки есть надежда и вот человек спрашивает я не думаю что кто-либо задавал так задавал вам такой вопрос вот вы будете генеральным директором квестеры и леоноры но сейчас вы теряете время теряете деньги как и все мы правильно потому что диего без зарплаты сидит и непонятно что происходит в компании а почему бы вам не полететь в дубай и не увидеть своими глазами что происходит в компании если бы я был на вашем месте я бы это сделал ну логично же человек рассуждает логично и смотрите что диего отвечает потому что на данный момент я никто right now i'm nobody видите как а я никто и и они работают из разных стран вы даже не представляете как много людей работают в этом проекте слушайте у него через абзац он противоречит сам себе то он говорит что некому этим заниматься то он говорит что полно людей работают в этим проектом в проекте даже китайцы то он говорит что я не позволю этому произойти типа компании закрыться то он говорит а я в компании никто ну а если ты никто что-то тогда выпендриваешься и какие-то обещания раздаешь и дальше ему пишут пожалуйста мистер диего расслабьтесь и не напрягайтесь слишком сильно да уж расслабься а то произойдет что-нибудь и он пишет а ну типа у меня стресс потому что я хочу вернуть вам деньги вот чтобы у вас были деньги потому что я тот человек который ну ставят себя на место других вот типа он переживает за инвесторов и для меня было очень сложно сделать это объявление а вот какая-то женщина пишет а мой муж покончит с собой если квестра не начнет не вернет деньги не начнет платить потому что мы не можем заплатить огромный долг взятой в банке ну на мой взгляд надо быть без мозгов чтобы вкладывать вернее брать большие кредиты вкладывать подобные проекты ну что сделано то сделано и конечно самоубийство это тоже не выход деньги от всего лишь деньги и вот диего что отвечает да я знаю что это происходит и мне очень печально и для меня это тоже сложно потому что я всего лишь человек я не компания я просто человек с чувствами которые стараются всем помочь да ты очень сильно всем помог то наобещал в августе все будет я все сделаю все восстановим номер один да потом а я просто человек хочу от меня хотите вот его спрашивают ну это задержка по сути задержка в запуске компании или есть есть шанс что компании вообще не запустится хороший вопрос идея отвечает ну это просто задержка компания будет работать но я не знаю когда в октябре в сентябре или в каком-то другом месяце ну давай уж тогда годы сразу в каком 2025 году 2050 году давай об этом поговорим они не дают мне дат конечно все все предыдущие месяцы никто никаких дат не говорил да они только мне говорят что будут держать меня в курсе о да да они для инвесторов то не могут пару абзацев там в новостях написать на ты хочешь чтобы они там тебе какие-то новости давали человек пишет мы не просим дату мистер диего спросите хотя бы в каком месяце они откроются а диего отвечает ну я не знаю мы не пирамидальная компания и наши деньги в безопасности и если вы не верите в это я ничего не могу сделать я знаю что типа всем по барабану но я верю ну типа всем без разницы что я думаю но я верю в это вот видите ребята вот он верит светлое будущее и другие должны верить я уволился с работы ради этого и у меня нет дохода как у большинства из вас о да мистер диего вот про доход ты людям поподробнее расскажи людям которые кто-то год а кто-то и 15 месяцев вывести ничего не может да ты расскажи поподробнее как 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 инвесторы там круто зарабатывают для меня это непростая ситуация да а у инвесторов шикарная просто ситуации год вывести ничего не могут диего а можешь ли ты показать нам некоторые ну скажем какие-то доказательства что компания действительно работает вот здесь ребята внимание сейчас мистер диего предоставит доказательства и диего пишет ну как доказательства вот например они обновили лицензию ну я так понимаю речь идет про лицензию безопасности сайта о да слушайте это такое крутое доказательство это все равно что кто-то там оплатил доменное имя на сайте на несколько лет вперед доменное имя стоит 10 баксов в год до за 50 баксов можно на несколько лет вперед оплатить и точно также с лицензией сертификатом безопасности на сайте но стоит он там долларов 30 может быть побольше ну собственно и все то есть для диего это доказательство что компания работает да просто вот раз в год они обновили сертификат безопасности а еще одно из доказательств что что деньги деньги разморожены ну помните же деньги разморожены только давайте не забывать что деньги разморозили благодаря чему благодаря решению суда и разморозили причем в апреле с апреля сколько месяцев прошло но уже четыре месяца получается май июнь июль августа четыре месяца четыре месяца прошло деньги по решению суда разморожены и для диего это доказательство что компания работает ну вот вот так такие доказательства вот ему пишут из-за компании многие люди устали ждать иногда уже тяжело сказать что происходит и и хочется что-нибудь уже видеть ну типа какие-то конкретные доказательства я бы хотел увидеть что идет какой-то прогресс разве ну разве мало людей этого хочет а диего отвечает я знаю и поэтому я оставил я уволился с работы и сейчас я как и все вы моя моя жена работает а я не работаю вот видите дешка сидит на шее ужин и сейчас на одну зарплату живут бедные его спрашивают а где же деньги то бабки то где мадьева отвечает безопасности в банке но никто деньги уже не заблокирует и хочется спросить мистер диего с чего ты взял уже год назад денежки благополучно заблокировали до их разблокировали в апреле но где гарантии что это не повторится снова может быть опять захотят и заблокирует ну в общем следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был андрей жариков всего доброго а